Уже не я живу, но живет во мне Бог Но живет во мне Бог Жизнь моя, как водопад, и как гулящий поток Ты скажешь, почему, а потому, что живет во мне Бог Амин, амин Господь, мы благодарим Тебя Мы славим Тебя, Господь Мы воздаем Тебе всю славу, Господь Его только предостовлены Благодарим Тебя, Господь Аллилуйя Мы воздаем Тебе всю славу, Господь Бог В этот прекрасный воскресный день Мы поклоняемся Тебе, Боже Только Ты достоин, Бог Святой Ибо Ты есть Бог над Богами Ты есть Царь над Царями, Боже Мы благодарим, Господь, Тебя, что Ты любишь нас Что Ты милостив к нам Что Твоя благодать над нами, Боже Мы благодарим Тебя, Царь Небесный За день, который Ты сотворил для нас В день, который мы можем радоваться в Тебе, Боже Поклоняться Тебе, Господь Бог Собираться с Твоим народом, Господи С Твоими детьми, Боже Приходи в Твое святое присутствие, Господь Бог И воздавать Тебе хвалу Спасибо Тебе, Царь Небесный Халлилуйя Халлилуйя, Царь Иисус Сейчас будет звучать музыка Будет звучать песня И если Вам нужна поддержка в молитве Вы можете выходить вперед Здесь будет стоять мастер Он может помочь Вам в вашей молитве Я вижу, как Царь славы В облаках идет за огнем Трепещет все Трепещет все Я вижу, как любовью Все грехи о Мое дом Земля поет Земля поет Асана, Асана Асана, Богу вышли Асана, Асана Асана, Богу вышли Я вижу, как колене С вероискли не встает Занять свой пост Занять свой пост Я вижу, как свалить двой Пробужденье к нам придет Склонимся вновь Склонимся вновь Асана, Асана Асана, Богу вышли Асана, Асана Асана, Богу вышли Асана, Асана Асана, Богу вышли Только тебе, Господь Небесный Асана, Асана Асана, Асана Асана, Богу вышли Склонимся вновь Асана, Асана Гром structural Ты ли, о мой, мир невидимый, мне глаза открой, Научи любить, как ты всех люби. О мой Господь, сделай боль свою моей, Я царствию отдам все, что есть во мне, Так пройдусь в окуте мной, я без насильный. Асана, 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 Богу вышли. 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 Асана, 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 Богу вышли. Ты умер за мои ошибки, ты умер за мои болезни. Спасибо тебе, Иисус, что твоя святая кровь была пролита за меня. Спасибо тебе, драгоценный Иисус, что ты вольно сошел с неба. Ты пошел вольно на крест за нас. Ты нас любил, когда мы еще были грешниками, Господи. Иисус, ты мой Господь, и я безмерно рад. Спасибо тебе, Иисус. Мой дух, душа и плод Тебе принадлежат. Иисус мой Царь, Иисус мой Бог, за меня пролил Ты свою кровь. Тебе мой Царь, Тебе мой Бог, слава вовеки веков. Иисус, ты мой Господь, и я безмерно рад. Иисус, ты мой Царь, и я безмерно рад. Тебе мой Царь, Тебе мой Бог, слава вовеки веков. Что за милость. Что за милость, что за радость, О Отец наш, Тебя слави. О, наполни собой нас, как храм Твой живой. Мы склонились перед Тобой. Прикоснись к нам, О Дух Святой. Что за милость, что за радость, О Отец наш, Тебя слави. О, наполни собой нас, как храм Твой живой. Мы склонились перед Тобой. Прикоснись к нам, О Дух Святой. О, наполни собой нас, как храм Твой живой. Мы склонились перед Тобой. Прикоснись к нам, О Дух Святой. Прикоснись к нам, О Дух Святой. Прикоснись к нам, О Дух Святой. Халлилуйя! Когда я пришел, я предупреждаю Боя здесь, я находлю меня остаток Без тебя, я падаю Без тебя, естественно! Я хочу тебе, без тебя Без тебя любовь Я нужна тебе Кажданские лица Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты всегда рядом с нами, Отец Я благодарю Тебя, Боже, что я могу радоваться здесь, Господь С этими прекрасными людьми, Боже Я благодарю Тебя, Господь, за церковь эту Я благодарю Тебя, Царь Небесный За каждого человека, кто сегодня здесь Я благодарю, Боже, Тебя Что Ты позаботился сегодня о нас Ты благословил нашу дорогу сюда, Боже Ты благословил нас, Господь, этим знанием, Боже Я благодарю, Царь Небесный Отец, я также благодарю Тебя за этот прекрасный день За красоту, Господь За этот прекрасный воскресный день И мы можем вместе собраться, Боже Спасибо Тебе, Царь Просим, Господи, Твоего благословения на это служение Мы знаем, Господь, что Ты позаботился, Боже Господь, что Твое слово будет звучать сегодня здесь, Боже Твое учение Я прошу Твоего благословения Благослови того человека, кто будет проповедовать Слово Твое Чтоб через уста, Господь, выходил учение Твое, Боже Твои слова, Отец Небесный Благослови каждого в зале, Боже Чтоб мы прислушивались к Слову Твоему, к учению Твоему, Боже Спасибо Тебе, драгоценный Отец Что Ты всегда, всегда с нами Тебе одному вся слава, вся честь и поклонение И все воскликнули Аминь Можете присаживаться, пожалуйста Имейте эго-сид Прекрасный день сегодня, не так ли? Я хочу, чтобы все дети вышли вперед Хочу помолиться за наших прекрасных деток За наше наследие, которое Бог дал нам Да, пожалуйста Мы сейчас помолимся за наших деток И потом Миша пройдется Мы отдадим Богу то, что мы для него сегодня принесли Давайте мы встанем на наши ноги Я хочу, чтобы мы благословили этих прекрасных деток Это прекрасное наследие Халилуя, драгоценный Отец Небесный Я благодарю Тебя, Боже, за каждого мальчика и девочку здесь сегодня, Боже Отец, мы знаем, Господь И мы благодарим Тебя, что Ты благословил нас, Господь Этими прекрасными подарками, Господи Отец, эти дети приносят столько радости в жизнь нашу, Боже Эти дети радуются, Господь, пред Тобой, Боже Господь, я благодарю, что эти дети растут в Царстве, Господь Твое Что, Господь, они воспитаны в Церкви Твоей, Господи Отец, я благодарю Тебя за каждого родителя, Боже Что Ты благословляешь их мудростью Господь, что Ты благословляешь их не семью, Господь И наполняешь их любовью своей, Боже Я прошу Твоего благословения на каждого ребенка здесь Благослови, Господь, мудростью их Здоровьем, Боже Своей охраной во имя Иисуса Христа Храни их, Отец Небесный, от греха Храни, Господь, Бог, от людей злых, Боже Благослови, чтобы их уши не уставали слыша ни слова Твоего Чтоб их не уста, Господь, не устали общаться о Слове Твоем Благослови ихнюю жизнь Благослови ихние семьи И пусть Ты, Господь, прославишься в жизни ихней Спасибо Тебе, драгоценный Отец Аминь, аминь Сейчас будет звучать музыка и Миша пройдет с тарелкой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 В любой церкви Мы слышим отклики людей о том служении, которое было Одни говорят, вау, какое сегодня славное служение было! Господь коснулся моего сердца! Господь коснулся моего сердца! Я обновил мои отношения с Господом! Другие люди говорят, ничего особенного! Обыкновенное воскресенье, обыкновенное служение! Третьи люди говорят, хуже служения, как сегодня я не видел! Вообще ничего не понятно было! Вы знаете, все зависит от наших личных взаимоотношений с Богом! Поэтому я говорю, Иисус здесь, и Он ожидает тебя! Он хочет иметь конкретную встречу вместе с тобой! Иисус сказал, я стою у двери твоего сердца и стучу! И если ты, не твой сосед, а ты, откроешь дверь, Иисус, помните, что Он сказал? Когда дверь откроешь, что сделает Иисус? Он войдет! И что дальше Он будет делать? Он разделит вечерю! Халлелуя! Халлелуя! Когда я открываю дверь! Дверь моего сердца! Иисус входит! И входит для того, чтобы разделить вечерю вместе со Мною! Поэтому еще раз говорю! Иисус сегодня здесь! И Он ждет твоего и моего открытого сердца! И Он ждет твоего и моего открытого сердца! Иисус чудный Бог! Вы знаете, мне очень приятно славить имя Иисуса! Я иногда еду в машине! И мне почему-то хочется кричать! И я могу пять минут подряд кричать! Иисус, я славлю Тебя! Иисус, я люблю Тебя! Иисус, я люблю Тебя! Иисус, я возвеличу Твое имя! Иисус, спасибо Тебе за все, что Ты сделал для меня! Воистину, Иисус достоин всей славы! Все, что мы имеем в нашей жизни! Мы имеем благодаря жертве Иисуса Христа! Ничего не благодаря мне! Ничего мы не имеем благодаря церкви или пастору! Все, что мы имеем! Мы имеем благодаря жертве Иисуса Христа! Халлелуя! Он есть начало! Он есть конец! Он есть наша жизнь! Он есть наше здоровье! Он есть прощение наших грехов! Он есть все во всем! Халлелуя! И поэтому сегодня здесь мы во имя Иисуса Христа, Бога нашего! Нет другой причины! Нет другой причины! Единственная причина! Это Иисус! Это Иисус! Это Иисус! Это Иисус! Я хочу прочитать одно местописание! Это Марка 10 глава! Марк 10! Стихи с 13 по 16! Здесь написано так! Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним! Ученики же не допускали приносящих! Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таково их есть Царствие Божие! Истину говорю вам! Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него! И обняв их, возложил руки на них, и благословил их! Вы знаете, люди того времени, они понимали, что между ними есть особенный человек! Однажды Никодим, придя к Иисусу ночью, сказал Он говорит, мы знаем, что ты человек, пришедший от Бога! Мы знаем, ты человек, пришедший от Бога! Потому что те дела, которые делаешь ты, никто не может делать, если не будет с ним Бог! Люди того времени, они понимали, что в Иисусе есть особая сила и особое благословение! И потому, здесь Писание говорит, что к Иисусу приносили детей, чтобы Он прикоснулся к ним! Вау! Как это прекрасно! Люди приносят детей, и Иисус прикасается к ним! Ученики, которые окружали Иисуса, Они заботились о порядке! И поэтому они, наверное, становились кольцом вокруг и говорили, подождите, подождите, сейчас не время! Иисус, увидев это, вознегодовал! Что вы делаете? Почему вы закрываете двери для детей? Он говорит, не препятствуйте детям! Откройте все пути для детей! Чтобы они могли приходить ко Мне! Иисус сказал, потому что таких есть Царство Небесное! Для них открыто Царство Небесное! И дальше Он подходил, обнимал детей, возлагал на них руки и благословлял их! Халлелуйя! Это славно! Вы знаете, один очень серьезный урок сегодня для каждого христианина! Это очень и очень серьезный урок! Не препятствуйте вашим детям приходить к Иисусу! Сегодня у последующей моей проповеди я немножко об этом скажу! Как родители препятствуют своим детям приходить ко Христу! Но сейчас я хочу сделать то, что сделал в свое время Иисус! Я хочу сегодня благословлять вместе с родителями одну прекрасную малышку! Марина, Саша, и ваше семейство, пожалуйста, придите сюда! Вы знаете, есть очень хорошая традиция в церкви! Эта традиция взята именно со Слова Божьего! В свое время к Иисусу приносили детей! Лука говорит, приносили к Нему младенцев! Почему люди это делали? Они хотели, чтобы их дети были с Богом! Видя силу Божью в Иисусе Христе! Люди приходили к Нему и говорили, я хочу, чтобы ты благословил моего младенца! Я хочу, чтобы ты благословил мою дочь, моего сына! И никто не может этому воспрепятствовать! И поэтому у церкви мы благословляем детей! Я еще раз говорю, Иисус сегодня здесь! И я верю, когда мы будем благословлять! Я в этом немало не сомневаюсь! Что Иисус своей невидимой рукой прикоснется и благословит! Вы знаете, в этом есть очень и очень и очень большой секрет! Когда мы благословляем детей перед зачатием Когда мы благословляем, когда они находятся в утробе Когда мы их благословляем, посвящаем Господу когда они уже вот такие красивые Девка есть девка! Скажи хорошее слово — улыбается! Любишь комплименты, да? Любишь! Вот это и есть девчата! Вы знаете, на родителей возложена очень большая ответственность! Многие люди считают, что самая большая ответственность — это зачать и родить ребенка! Но я думаю, что самая большая ответственность — это в свое время преподнести этого ребенка Господу! Сейчас это легко — ребенок на руках! Через 18-20 лет это немножко труднее! И поэтому вот эта ответственность у период этих лет — это самая большая ответственность лежит на родителях! Бог не дал нам возможность только родить детей! Бог дает нам возможность представить этих детей Господу! Вы помните притчу о талантах! Бог дал пять талантов! И Бог взамен хочет получить вдвое больше! Вот эти два таланта, которые сегодня здесь у Саши и у Марины! Бог хочет получить во много раз больше! Когда они воспитают их для Господа! И когда вот этим прекрасным голосом она будет славить имя великого Бога! Аминь! И ответственность не только на родителях! Здесь еще есть дедушка и бабушка! Пожалуйста! Бабушка и дедушка! А ну-ка встаньте! Вот это две бабушки! А вот это еще и два дедушки! Вы знаете, на нас тоже лежит огромная ответственность! Чтобы эти прекрасные дети выросли Господними! Чтобы они оставались насажденными в Доме Господа! И сегодня, дальше я буду об этом говорить еще! Но сейчас я хочу задать, наверное, один вопрос Саше и Марине! Но сейчас я хочу задать вопрос Саше и Марине! Саша, вы хотите сегодня только благословить или посвятить вашу Мурочку Господу? Посвятить ее Богу! Марина, как ты? Благословить и посвятить! Аминь! 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 В чем разница? В чем разница? Благословить или посвятить? Разница в этом есть большая! Благословляя, мы разрешаем Господу благословлять! Говорить хорошие слова в их жизни! Посвящая, мы разрешаем Господу участвовать в воспитании наших детей! Мы просто открываем двери для Господа в жизнь наших детей! И мы говорим, Господь! И мы говорим, Господь! Пожалуйста, приходи в наш дом и в нашу семью! И участвуй в воспитании наших детей! И участвуй в воспитании наших детей! Когда мы делаем это! Мы никогда не останемся в стыде! Мы никогда не останемся в стыде! Бабушка Люда! Кем ты видишь эту вот внучку в будущем? Славящего имя Господи, поклоняющего Иисусу и профессу! Так! Вторая бабушка! Кем ты видишь эту прекрасную внучку? Благословенную, здоровую, любящую Бога и родителей! Почитать родителей и слушать за них! Спасибо! Дедушка! Ну, я даже не знаю! Я думаю, что она будет славить Бога! Что она будет любить Бога! Любить мужа будет! И будет прекрасной женой! По-моему, этого достаточно! Велик Господь! Велик Господь! Вы знаете, это ведение дедушек и бабушек в жизнь внучки! И это слова благословения! These are words of blessing! А сейчас я хочу, чтобы вы все встали! But right now I want all of you to stand! И мы помолимся и благословим! Людмила, ты поможешь мне микрофон держать? И так я хочу, чтобы вы просерли ваши руки! И мы будем молиться и благословлять! Эту девочку зовут Даша! Вы готовы молиться? Аминь! Помолимся! Великий Святой Господь! Я благодарю тебя за то, что ты дал жизнь для этой прекрасной девочки Даши! Господи, я благодарю тебя, что ты хранил родителей! Что ты хранил, Господи, Марину, когда Даша находилась в утробе! И ты благословил тот день, когда она родилась в этот мир! Родилась совершенно здоровой! Родилась прекрасной! Господи, и мы благодарим тебя, что сегодня мы видим ее возрастающей в совершенстве! И благословляя ее сегодня и посвящая тебе, мы просим тебя во имя Иисуса Христа, чтобы твоя святая рука была над ней, чтобы ты держал ее в святой руке твоей, потому что твое слово говорит, что из руки твоей никто никогда не похитит! Я прошу, чтобы твое благословение было на ней, твоя мудрость была на ней, твоя сила была на ней, твоя охрана и твое здоровье было с ней! Отец, я также прошу тебя о благословении для родителей, чтобы Саша и Марина передали ту мудрость и ту истину, которую ты вложил в их сердца! Во имя Иисуса Христа, пусть этот дом, эта семья, Господи, будет благословена тобой! Я также прошу мудрости для дедушек и бабушек и для всех родственников, чтобы каждый, привнося, Господи, жемчужинки в жизнь Даши, приносил полное благословение для нее! Благодарю тебя, Иисус, за то, что ты благословляешь, за то, что ты держишь и за то, что она в твоей руке! Вся слава тебе великий, Бог, все поклонение тебе, ты достоин, ты достоин и нет никого другого, кроме тебя! Аминь! Так, я думаю, там есть еще подарочек! Здесь, как обычно, я достану, а вы потом опять спакуете! Здесь сертификат! Здесь ее первая Библия! Подписано на ее имя! И здесь еще есть хорошее одеяло! Тоже с ее именем! Давай мы его достанем! А ну-ка! Дарья Назаренко! Это хорошая память! Будьте благословенны, Марина! Будь благословен, Саша! Ты муж Божий, сильный муж Божий! У тебя чудесные и славные дочери! Будьте благословенны и ваши дедушки и бабушки! Пусть будут благословенны! Спасибо вам, что вы являетесь частью этой церкви! Итак, это была одна часть нашего служения! И коль сегодня такая возможность поговорить о детях Вы знаете, я хочу немножко об этом поговорить И тема моей проповеди будет называться Бог освящает посвященные ему Вы знаете, это извечный вопрос всех людей И в том числе христианства Это вопрос детей Нужно ли иметь детей? Сколько нужно иметь детей? Можно ли как-то обойтись без детей? Чтобы прожить жизнь просто для своего удовольствия? Этот вопрос сегодня волнует умы практически всех людей Вы знаете, сегодня верующие люди ищут ответа у великих служителей или проповедников И к огромному сожалению Многие служители сегодня стали консультантами Они просто каждый день сидят в своих офисах И они консультируют женщин Они консультируют мужчин Они консультируют семейные пары И сидя в шикарных офисах Они вроде бы дают правильные советы Советы, как иметь детей Сколько иметь детей Или как обойтись без детей К сожалению, на это сегодня происходит в церквах При этом, одни люди настаивают, что нужно иметь много детей Многие сегодня учат тому, что нужно детей иметь каждый год Рождать А если год подлиннее, то и двое на год Другие, наоборот, высмеивая это учение Они говорят, что мы должны жить в своем удовольствии А дети, они лишают нас удовольствия Потому кто-то может говорить Нужно иметь одного ребенка или вообще обойтись без них И я сегодня задаю вопрос Этого ли ожидает Господь сегодня от нас? Не лучше ли нам поискать ответ у Бога? Потому что Бог дает ответ лично каждому человеку И у Бога есть ответ лично каждой семье Но увы, сегодня люди не интересуются ответом Бога Они упираются на советы великих людей И поэтому, когда разговариваешь с людьми о детях, многие заявляют А вот такой-то человек сказал то-то А вот тот человек сказал другое А эти люди для меня авторитет Вы знаете, я хочу сказать вам одну вещь Я потерял многих друзей в моей жизни Только потому что, поднимая, я говорю Для меня нет выше авторитета, чем вот это слово Я никогда не склонялся и не склоняюсь ни перед каким авторитетом Для меня есть единственный авторитет, это Божье слово Оно не меняется Проходят тысячи лет И Слово Божье не меняется Церкви меняются Люди меняются Система меняется Целые страны меняются Но Слово Божье, оно не меняется никогда Поэтому нет высшего авторитета, как Библия, Слово Божье Преклоняясь перед этим авторитетом Я преклоняюсь перед Господом Вы знаете, мы сегодня не можем ориентироваться ни на кого Да, мы сегодня можем сказать У пастора большая семья, надо всем иметь большие семьи Другой может сказать Вот, у этого человека всего один ребенок Это закон, один ребенок для всех Я хочу сказать, что и то и другое, это ложь Потому что семья пастора, это его семья Это его отношение с Богом Твоя семья, это твоя семья Это твои отношения с Богом Я подчеркиваю, твои личные отношения с Богом И поэтому, когда мы вопрос решаем с Богом в отношении наших детей Бог определяет Иметь тебе одного, двух Или пятнадцать Это Бог решает Вместе с тобой Это ты решаешь вместе с Богом Это не решает пастор Это не решает лидер Это не решают великие христианские люди Это решаешь ты Вместе с твоей женой Или ты вместе с твоим мужем И в присутствии Господа Это ваше решение И когда вы принимаете правильное решение Вы увидите огромное благословение В ваших детях и в вашей жизни Вы знаете, я заметил в Библии одну особенность Дьявол всегда идет против рождения детей и продолжения рода человеческого Обратите внимание, когда Господь сотворил людей Это было два человека Адам и Ева Мужчина и женщина Я подчеркиваю Мужчина и женщина И этим двум людям Господь сказал Помните заповедь этим двум людям Кто из вас помнит? Кто из вас помнит? Эмэн Господь сказал Плодитесь и размножайтесь И наполняйте землю Кто это сказал? Это сказал Бог Скажите, он поменял сегодня свое мнение? Но Бог свое мнение и свое слово не поменял Но что делает дьявол? Он хочет остановить заповедь Божью Что мы видим в начале? Адам и Ева родили двоих сыновей И дьявол поднимает ненависть в сердце Каина И Каин убивает своего брата Дьявол радуется Было два, стало один Моя работа Но Тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире Доверяя Господу Мы можем жить в заповеди Божьей Дьявол издал закон в Египте Нет, это не фараон Это дьявол внушил ему Издать этот закон И по этому закону Нужно было убивать младенцев После рождения Иисуса Христа Погибли тысячи младенцев Тысячи детей умерли После рождения Иисуса Христа Посмотрите, что происходило дальше Он восстал Посмотрите, кто жил в Советском Союзе В Советском Союзе Сатана восстал, чтобы дети Никогда не были научены христианству Старикам можно было ходить в церковь Но в церкви не должно быть детей или молодых людей Когда мне был 21 год Однажды на праздник Пасхи Мы группой молодежи Решили зайти в православную церковь Нас было человек двенадцать И мы зашли в православную церковь Этой ночью шла служба Мы находились там минут пять И к нам подошел один мужичок и сказал Ребята, вам нужно быстро уходить отсюда Почему? Мы что, не можем посмотреть, как здесь идет служение? Он говорит, дьякон уже позвонил в полицию И сейчас несколько нарядов приедет, чтобы вас арестовать Через минуту мы были на улице И мы только перешли дорогу Как три полицейских машины подъехало к церкви Вы знаете, дьявол очень не хочет, чтобы дети слышали о Боге Он очень не заинтересован в том, чтобы дети были служителями Богу Вы знаете, что сегодня то же самое происходит Сегодня поднимаются законы, и эти законы не от government Над этими законами я вижу тоже работу дьявола Люди не могут учить своих детей Тому вероубеждению, в котором они стоят Они должны дать возможность детям вырасти и сделать свой выбор Иначе по закону мы нарушаем волю наших детей Посмотрите, как хитро все сделано Поэтому дьявол на протяжении всей истории он атакует детей Посмотрите, сегодня он пытается создать систему такой тяжелой и невыносимой жизни В которой люди не могут иметь детей Нам очень тяжело У нас не хватает финансов Поэтому мы решили, мы детей рожать не будем Вы слышали когда-нибудь такое? Я слышал очень много раз Нам платить билы нечем Откуда вы думаете, приходит эта система? А посмотрите, сколько сегодня Миллионы детей сегодня умирают, так и не родившись Миллионы в одной стране в год Эти дети, они никогда не успели сказать слово «мама» Их убили абортируя, не дав возможности им родиться Как вы думаете, кто стоит за этим? И вы знаете, я наблюдаю эту тенденцию через всю Библию А сколько детей сегодня умирает в войнах? А сколько детей умирает в насилиях? А сколько детей умирает от голода сегодня? И я хочу подчеркнуть, что от искусственного голода Итак, атака, 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 атака против детей И вы знаете, что многие люди и христиане сегодня Они соглашаются с той системой, которая окружает нас И люди просто говорят Сегодня не лучшее время для того, чтобы рождать детей Сегодня не лучшее время, чтобы воспитать детей Лучше я обойдусь без них Но я хочу сказать нечто Вы знаете, сегодня самое хорошее время Для того, чтобы дать жизнь вашим детям Сегодня самое благословенное время Чтобы посвятить ваших детей Господу Сегодня самое благословенное время Увести ваших детей в служение И увидеть, как ваши дети будут жать последнюю жатву Дьявол хочет остановить это Он знает о жатве, о которой сказал Иисус Он знает об этом И он говорит, я сделаю, что это не произойдет И я хочу сказать тебе Твои дети, они могут жать эту жатву Ты можешь подготовить твоих детей Которые принесут славу великому Богу И как один брат сказал много лет назад Не бойся детей Бойся греха Не бойся детей Дети это благословение Господа Это наследие от Господа Вы знаете, еще на что я хочу обратить внимание Дьявол позаботился о том Чтобы рожденные в христианских семьях дети Они не принадлежали Господу Он позаботился о очень многих религиозных законах Которые не допускают детей к Господу Которые ограничивают детям доступ к Господу Иисус сказал Не препятствуйте детям приходить ко мне Но сегодня многие служители И многие родители стоят на страже религиозных законов Им все равно, что их дети погибают Им все равно, что их сыновья становятся наркоманами Они стоят на страже религиозных законов Мы должны соблюсти то, что в нашей деноминации определено Тем самым отвергая истину Божьего Слова Но только здесь, в этом Слове Только в этой истине Есть путь для тебя и твоей семьи Это огромное сожалению Это огромное сожалению Что сегодня очень многие христианские дети умирают от наркотиков Это огромная проблема Когда пьяные наши дети разбиваются в авариях Это огромная проблема Когда христианские дети заканчивают жизнь самоубийством Дети, которые родились в христианской семье Дети, которые в детстве стояли на коленях вместе с их родителями Они умерли от наркотиков Они закончили жизнь самоубийством Вы знаете, сегодня многих не интересует статистика Они не думают о статистике Они думают об исполнении религиозных обрядов И я хочу сказать, что религия ведет к смерти Только истина несет свободу Только истина ведет к жизни Поэтому сегодня время христианам отвернуться от религии Отвернуться от религиозных законов и обрядов И просто обратиться к Божьему Слову Поймите, я сегодня не хочу дать вам рекомендации И я сегодня не для того, чтобы вам давать рекомендации Сколько детей родить или сколько не родить Я сегодня здесь не для этого Я сегодня здесь для того, чтобы направить вас к Слову Божьему и к самому Господу Чтобы все ваши вопросы вы решали с Богом Я хочу сказать вам, что Бог не молчит Я не могу ничем похвастаться в моей жизни Чем я могу похвалиться, это только Господом Очень много раз, стоя перед Ним на коленях, я спрашивал Его Господи, что мне сделать в этот момент? И я хочу сказать тебе Бог не молчит Когда ты задаешь Ему вопрос Бог отвечает И Он отвечает непосредственно тебе Не через дядю Ваню Он говорит напрямую тебе И приняв от Господа Его истину И исполняя это Слово Ты будешь успешен Всем моим успехам я обязан Всем моим успехам я обязан только Господу Нет никакой заслуги моей Но я говорю тебе Ищи ответа у Господа Ищи ответа у Господа С другой стороны Я не пытаюсь вас научить, как воспитывать детей Потому что в каждой семье работает свой закон То, что работает в моей семье, не будет работать в вашей Единственный закон, который работает во всех семьях Это закон Божьей любви Поэтому, когда мы ищем Господа Когда мы ищем ответа у Господа Сколько иметь детей? Когда их иметь? Зачем их иметь? Как их воспитывать? Когда нужно начинать воспитывать? Все эти вопросы, когда мы задаем Господу Мы будем иметь прямой ответ от Него И знаете, очень интересная вещь Когда мы посвящаем наших детей Господу Что-то происходит особенное в их жизни Что-то происходит особенное в их жизни Что-то происходит особенное в их жизни Они особенные Почему? Потому что Бог имеет доступ к их воспитанию Мы посвятили их Господу Мы пригласили Господа Чтобы Он участвовал в воспитании наших детей И Он верен Он воспитывает Он учит их мудрости Он дает им правильное направление Знаете, я одну вещь заметил Что Бог дает нашим детям Детям Нужных друзей Я подчеркиваю Не правильных друзей А нужных друзей Иногда в наших глазах Эти друзья неправильные И нам не хочется Чтобы наши дети Дружили с этими людьми Но проходит время И мы видим, что это нужные Друзья в жизни наших детей Я это видел в своей семье Когда некоторые друзья Моих детей Мне не нравились Но через несколько лет Стоя на коленях Я благодарил Господа Господь, я благодарю Тебя за этих людей В моих глазах они были неправильными Но ты видишь не на один шаг вперед, как я Ты видишь всю жизнь И ты знал, что Благодаря этим людям Ты сохранишь моих детей От многих опасных вещей Итак, я хочу обратить вас еще К одному месту Писания Если у вас есть Библия Откройте Даниила 5 Стихи с 1 по 5 Стихи с 1 по 5 Стихи с 1 по 5 Валтасар царь Сделал большое перчество Для тысячи вельмож своих И перед глазами Тысячи пил вино Вкусив вино Валтасар приказал Принеси золотые и серебряные сосуды Которые Навуходоносор Отец его Вынес из храма Иерусалимского Чтобы пить из них царю Вельможам его Женам его И наложницам его Тогда принесли золотые сосуды Которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме И пили из них царь И вельможи его Жены его И наложницы его Пили вино и славили богов Золотых и серебряных Медных, железных, деревянных и каменных В тот самый час Вышли персты руки человеческой И писали против лампады на извести стене чертога царского И царь видел кисть руки Которая писала Итак, Даниил повествует о языческом царе Имя которому Валтасар Его отец был Навуходоносор И в свое время Навуходоносор был очень великим царем И в свое время Навуходоносор был очень великим царем Его царство было очень сильное и могущественное Но в свое время Когда он возгордился Бог смирил его И ему пришлось Длительное время Жить со скотом Он ел траву вместе с ослами До того времени Пока он не познал в своем сердце Что Господь есть превыше всего И вот сын его Валтасар Он стал царем после своего отца Он устроил большой пир И на этом пире Он решил сделать что-то особенное В свое время Его отец Вынес все сосуды Из Дома Божьего Из святилища Дома Божьего Вы знаете что все сосуды В Доме Божьем Я приведу места Писания Они были посвящены великому Богу Набухадоносер Принес эти сосуды И у него не хватило смелости Использовать их Они просто Находились в хранилище Это были дорогие вещи Золото, серебро И оно хранилось в хранилище Ну вот Валтасар Сделал пир Выпил хорошо вина И Начал принимать новые решения Вы знаете что пьяные люди Иногда принимают очень глупые решения Только поэтому Павел говорит Не упивайтесь вином Потому что вы будете очень глупы Он говорит Исполняйтесь Духом Потому что в Духе Святом Божья премудрость Вы помните Недавно я проповедовал О двух сыновях Аарона Которые тоже выпили Которые тоже выпили И после того когда выпили Они взяли чуждый огонь И пошли в Освятилище В присутствии Божьем Они просто умерли Они умерли Потому что не явили Божьей святости И так Валтасар Выпив он решил Этого недостаточно Перед моими женами Перед всеми блудницами Я должен показать Насколько я велик Принесите сосуды Дома Божьего Эти сосуды мой отец взял Из святилища Дома Божьего Сегодня мы будем пить Из этих сосудов Сегодня мы будем Использовать Божьи сосуды Посмотрите какой великий я Посмотрите как я поднялся То что боялся сделать мой отец Я не боюсь Сосуды принесли Начали наливать вино И начали пить и славить богов Железных, медных, каменных, деревянных Эти боги не были богами Но они их славили И в тот самый момент Когда это происходило Валтасар увидел На стене вышла кисть руки Белшизар saw That on the wall A hand appeared Он не видел человека Но он видел кисть руки Которая держала перо И писала на стене И wrote on the wall Я не читаю сейчас всю историю Вы можете ее прочитать Но писание говорит Что его коленки задрожали И начали биться одно от другое That his knees began to quiver У вас когда-нибудь бились коленки одно от другое У меня это не получается Кто-то может меня сейчас испугать так Чтобы у меня коленки бились одно от другое И вдруг пришел в страх Коленки задрожали Все задрожало Он говорит Позовите мне всех Обаятели Пусть они мне изяснят Что там написано Пришли мудрецы Они сказали извини Мы ничего не можем тут прочитать У нас нет такой мудрости И вот царица подошла к нему и сказала Балтасар Здесь есть в царстве один человек Его зовут Даниил Но твой отец переименовал его тоже у Балтасара Позови его Я знаю что в нем есть мудрость Божья Я знаю что в нем есть ведение Божие Позови его Он объяснит тебе Я хочу прочитать вместе с вами дальше С 22 по 28 стихи И ты сын его, Балтасар Не смирил сердце твоего Хотя знал все это В предыдущих стихах Которые я пропустил В предыдущих стихах Которые я пропустил Даниил объясняет Валтасару о том Как его отец был смирен И в этом стихе он говорит Что ты сын Валтасар Ты знал все это Но ты не смирил своего сердца Но вознесся против Господа небес И сосуды дома его принесли к тебе И ты и вельможи твои Жены твои и наложницы твои Пили из них вино И ты славил богов серебряных, золотых, медных, железных, деревянных и каменных Которые не видят, не слышат, не разумеют А Бога в руке которого дыхание твое И у которого все пути твои ты не прославил И ты не прославил От него кисть руки И начертано это писание И вот что начертано Мене мене Текл упар син Вот и значение слов Мене Исчислил Бог царствие твое И положил конец ему Текл Ты взвешен на весах и найден очень легким Текл, you have been weighed in the balances and have found wanting Перес, разделено царствие твое и дано медянам и персам Перес, your kingdom has been divided and given to the Medes and the Persians Посмотрите Гордость человека к чему приводит Look at what the pride of a person leads to Балтасар возгордился в своем сердце Балшазар was Proud in his heart И он посчитал, что он уже на уровне с Богом Или может даже выше Бога Потому что он взял сосуды Дома Божьего И начал использовать их для себя Для своих жен, наложниц И Даниил говорит Вот эта кисть руки написала Первое Бог проверил и взвесил твое царство Он исчислил твое царство И когда Бог проверил и исчислил Он сказал конец этому царству Из-за гордости человека Пришел конец царству Следующее Бог говорит, ты взвышен на весах И найден очень легким Поймите, Балтасар думал, что он настолько великий царь Что он может сравниться с Богом? Но Бог говорит Я поступил очень честно Я стал на одну чашу весов Балтасар, я поставил тебя на другую чашу весов Ты взвешен Ты очень легкий Весы не шевельнулись Ты всего лишь царь земного царства Но я царь царей и Господь господствующих Ты не можешь стоять в противовес на весах Ты не можешь пользоваться тем, что принадлежит мне Говорит Господь И следующее Бог сказал Что твое царство будет разделено на двое Сегодня вопрос, почему сосуды Дома Божьего были настолько важны для Господа? Я хочу прочитать евреям 9 глава С 19 по 21 стихи Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью, червленую и есопом, и окропил как саму книгу, так и весь народ Говоря, это кровь завета, которой заповедал вам Бог Так же окропил кровью и скинью и все сосуды богослужебные Обратите внимание, Павел говорит, что Моисей свое время осветил и окропил кровью все сосуды и саму скинью для Господа Итак, все эти сосуды, которые находились в Доме Божьем Они принадлежали Богу Они были посвящены Богу Они были посвящены Богу Никто из людей не мог пользоваться этими сосудами Ни царь Ни его жена Никакие люди Только Бог Эти сосуды принадлежали на 100% Ему Они были посвящены полностью для Него И эти сосуды использовались только для скинья в Доме Божьем Вы скажете, а почему сегодня ты говоришь об этом? Я хочу показать, почему я говорю именно об этом? Откройте первое послание Тимофея, третью главу Стихи из 14 и 15 Здесь Павел говорит так Это пишу тебе, надеюсь, скоро прийти к тебе Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем Который есть Церковь Бога Живого Столб и утверждение истины Итак, мы говорили о том, что были сосуды в освятилище Дома Божьего Сейчас я читаю Новый Завет И апостол Павел говорит о Доме Божьем в послании к Тимофею И он говорит, что Дом Божий это Церковь Живого Бога Ты можешь сказать на это Аминь? Церковь Живого Бога это есть Дом Божий Хорошо, идем дальше Второе Тимофею, вторая глава, 20 и 21 стихи А в большом доме есть сосуды Не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные И одни в почетном, а другие в низком употреблении Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело Обратите внимание Церковь это Дом Божий И это большой дом Вы знаете, Церковь по всей земле это очень большой дом Это огромный Божий дом И дальше Павел говорит, что в этом большом доме есть сосуды Они есть разные Есть сосуды золотые Есть серебряные Есть серебряные Есть глиняные сосуды Но он подчеркивает одну вещь, я хочу обратить ваше внимание 21 стих Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело Итак, Писание уподавливает тебя и меня сосудами в Доме Божьем Итак, дети Божьи, верующие люди Они являются сосудами в Доме Божьем Спросите, кто имеет право пользоваться этими сосудами Как вы думаете Кто может пользоваться Вечный Бог Вы знаете Вот этим сосудом Если он посвящен Богу Имеет право пользоваться только Бог Имеет право пользоваться только Бог А вот этим маленьким сосудом, который здесь Его не видать Им может пользоваться только Бог Я хочу сказать вам одну очень интересную истину Посвящая наших детей Богу Освящая наших детей для Бога Мы полностью отдаем их в руки Господа Посмотрите, что произошло Когда Валтасар захотел воспользоваться сосудами С Дома Божьего Бог очень ревностно стоит за свое Бог никогда не уступит свое Он говорит Мой галат Мой монассия Это все мое Я никому его не уступлю Поэтому Когда мы посвящаем наших детей Господу Я еще раз говорю Когда мы посвящаем наших детей Господу Не бойся, что с твоими детьми что-то произойдет Твои дети в руке Господа Это сосуды Его Это сосуды в Его святилище И никто не сможет Воспользоваться ими И тот, кто захочет Воспользоваться этим сосудом Он будет иметь дело с Небесным Отцом Вот в чем заключается секрет посвящения Нас и наших детей Господу Я не говорю В чем заключается секрет посвящения церкви по воскресеньям Я говорю о посвящении Вы знаете, что посвященные люди Очень сильно отличаются от людей Которые приходят в служение только в воскресенье Вы знаете, что нас церковь не спасает И если я хожу в церковь Это еще не значит, что я спасенный Спасает Иисус Христос Его святая кровь пролита на Голгофе Она дает спасение людям И благословение, успех нашей жизни Заключается в нашем посвящении и освящении для Господа Один короткий стих, Евреям 10.10 По сей ту воле освящены мы Единократным принесением тела Иисуса Христа Итак, по воле Божьей Ты и я, мы освящены Единократным принесением тела Иисуса Христа Освящены для кого? Для Господа Для Господа Ты можешь положить свою руку на сердце и сказать Господь, я твой сосуд Я сосуд в Доме Божьем Аллилуйя Господь, я принадлежу тебе Ты имеешь право на меня И ты защитишь всегда меня и моих детей Потому что и я и мои дети посвящены тебе Аллилуйя Это величайшее благословение для тебя и меня сегодня Поэтому мое обращение к тебе Если ты еще не посвятил себя Господу Да, ты принял Господа Да, ты ходишь в церковь Да, ты молишься Но у тебя не было молитвы посвящения Ты ни разу не стоял на коленях перед Богом И ты ни разу не говорил Иисус, я посвящаю всего себя и всю свою жизнь тебе Ты никогда не произнес эти слова Я хочу ободрить тебя сегодня Ты сегодня можешь сделать это Посвяти себя Господу Следующее Если ты никогда не посвящал твоих детей Господу Сделай это сегодня И я скажу тебе, страх уйдет от тебя Страх, что он будет с моими детьми через 5-10 лет Этот страх уйдет от тебя Потому что Иисус вселит надежду в твое сердце Иисус возьмет в руки, в свои руки твоих детей Когда ты посвятишь их Господу Ты боишься за твою работу, за твой бизнес Ты боишься за твои финансы Посвяти их Господу Я не говорю сегодня, отдай их Господу Я говорю посвяти Господу Я говорю, посвяти Господу Санктify your debt before God. И ты увидишь, что ты моргаж будешь платить очень легко. Посвяти твою работу Господу. Санктify your work to God. И ты увидишь, что ты будешь получать удовлетворение в твоей работе. Посвяти твой бизнес Господу. Разреши ему иногда работать в твоем офисе. И упорядочить твои дела. Ты увидишь, что твой бизнес начинает подниматься. И твои десятины начнут расти. И ты не будешь переживать, сколько я могу пожертвовать Царство Божье. Бог об этом позаботится. Посвяти твои финансы Богу. Опять же, я говорю тебе. Бог не требует твоей финансы. И здесь, в этой церкви, я никогда не требую ни от кого финансы. Потому что наш Бог богатый Бог. И Он оплачивает все свои проекты. Вы знаете, что Бог оплачивает все свои проекты. Если Он сказал, что здесь будет церковь. Церковь, которая будет нести свет. Это не я сказал. Это Он сказал. Он оплачивает все билы. Каким образом спросишь ты? Это Он знает. Это Он знает. Я говорю сегодня очень важно посвятить все, что есть в нашей жизни Господу. It's very important to sanctify everything in our life to God. Я привел сегодня этот пример, чтобы ты увидел, насколько важно для Господа посвящение. I illustrated this example today, so you will see how important it is for God. Я хочу, чтобы ты увидел, насколько крепко Бог стоит за то, что принадлежит Ему. I want you to see how strongly and how firmly God stands for that which belongs to Him. Мы не можем припираться с Богом. Разве мы сильнее Ему? We can't compare ourselves to God. Нет человека, который сильнее Бога. Нет человека, который может стать Богу. Эй, 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 подожди, подожди, Бог. There is no person that can say to God, wait, God, wait. Я хочу сегодня воспользоваться этим человеком, этим сосудом. Я хочу, чтобы он сегодня продавал наркотики. Я хочу, чтобы он сегодня блудил где-то. I want him to sin today. Нет. God says, no. Нет. No. Это мое. This is mine. Это мое. This is mine. Это мои сосуды. These are my vessels. И эти сосуды предназначены для определенной цели. And these vessels are made for specific purpose. Эта цель Божья очень великая. This purpose is very great. Последнее место Писания я хочу, чтобы вы открыли. Last scripture that I want you to open to. Второе иконимфиум, вторая глава. Second Corinthians, chapter 2. Стихи 14 и 15. Verse 14 to 15. Now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ and through us diffuses the fragrance of his knowledge in every place. For we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. Итак, свои сосуды Бог наполняет своим елеем. God fills his vessels with his own. Когда мы читаем Иоанн и Иоанна. When we read the Gospel of John. Очень много раз Иисус говорит о Святом Духе о елее небесном. There are many instances in which Jesus talks about the Holy Spirit. And He says when I leave I will send you the Spirit. I will fill your vessels with this oil. I will fill your vessels with this fragrance. I will fill your vessels with this fragrance. This heavenly fragrance. And look at what the Word says. that the fragrance of His knowledge is diffused through us in every place. Часто христиане молятся. Often Christians pray. Господи, приди и спаси этого человека. God, please come and save this person. Господи, приди и засвидетельствуй этому человеку. God, please come and testify to this person. God, do miracle in the life of this person. But the Word says the fragrance of His knowledge is diffused through whom? Нами. Through us. Где? Where? Во всяком месте. In everywhere. Итак, Господу захотелось чтобы сегодня я распространил Божье благоухание у Кэри Букафи? So, today God wants me to diffuse fragrance of His knowledge in Кэри Букафи. Проезжая мимо вдруг мне очень сильно захотелось кофе. As I drive past I really, really want кофе. Я думаю у вас когда-то такое случалось. I think that's happened to you before. Вы просто случайно куда-то заезжаете. You just coincidentally walk into a place. And it turns out that God wants to diffuse His fragrance there. Однажды поздно вечером я заехал на заправку. Впереди меня стоял молодой мужчина и я стоял в очереди за ним. I stood in line behind him. в это время кассир рассчитывалась с другим покупателем. Этот мужчина повернулся ко мне и сказал судя по твоей одежде ты христианин. Слава Богу что иногда наша одежда может говорить что мы христиане. Praise God that sometimes our clothes can reveal it we're Christians. And I said yes I am a Christian. И я возвращаюсь из церкви. И мы буквально полторы минуты где-то разговаривали с ним и разговаривая он расплатился с кассиром. И мы благословили друг друга и он ушел. И в это время я поднял мои глаза передо мной стояла женщина вся в слезах. Она была Мексиканка по национальности. И когда мы разговаривали Дух Святой коснулся ее. И она стала плакать. И сказала And she said She said I'm sorry I haven't been in church for three years now. I was a very sincere Christian. But I've just I became lukewarm. I forgot about God. I forgot that God exists. I began working to care of my family. She said this Sunday I want to go to church and repent. Я буду служить Господу. Я еще заезжал на ту заправку. I went to this gas station again. I saw the eyes of a different woman. The eyes of a woman who was rekindled her relationship with Christ. Кто я? And I thought God who am I? God who am I? Что ты избрал меня чтобы твое благоухание приносить туда где ты хочешь? That you've chosen me to diffuse your fragrance where you want it to be. Милые мои я сегодня говорю каждому из вас My dear friends I want to say to each of you Бог избрал нас как сосуды God has chosen us as vessels to fill us with his wonderful oil поймите нам не нужно ничего делать сверхъестественно нам не нужно становиться наголову и ходить вверх ногами нам просто нужно посвятить себя Господу и просто служить Господу все сверхъестественное он сделает давайте мы все встанем let's all stand просто склоните ваши головы simply by your head закройте ваши глаза close your eyes и посмотрите ваше сердце and look into your heart I know that the Holy Spirit is talking to each heart right now God doesn't want you to leave the same way you entered God wants to transform you God wants to transform you and today he wants to pour his anointing oil into your vessel maybe before today you've never seen that God uses you but today you have an opportunity посвятить себя to sanctify yourself and invite Jesus into your heart yes you may be a Christian but Jesus continues to knock on your door he doesn't have a space in your heart there's no room for him so I want to say to you you have to let Jesus into your heart today when we pray if you need support in prayer I'm ready to pray here with you and I want to say that if you've never invited Jesus into your heart today is your day Jesus is here and he's waiting for you you can come up to the front and I'll pray with you let's pray dear Jesus I thank you for your presence in this place today dear Jesus I thank you for everything that you've done for me for everything that you've done for me to purchase me to forgive me to save me and open a way to heaven Jesus I thank you Jesus I thank you that you that you for each person Lord I thank you that your will is fulfilled in our lives Heavenly Father I thank you that you hold my children in your hands and you said that no one shall take them because they are your vessels thank you Jesus that you have filled these vessels with your oil that you have filled these vessels with your oil your fragrant oil and this fragrance you and this fragrance you 傳染 to us here in Minnesota here in Minnesota in each city in each city in each place oh Ты распространяешь это благоухание нами. Иисус, я благодарю тебя. Иисус, я благодарю тебя. Потому что в этом только твоя заслуга. Аллилуйя. Я благодарю тебя, Иисус. Я благодарю тебя, Иисус. За каждого человека сегодня в этом служении. Я благодарю Тебя за открытые сердца. Я благодарю Тебя за посвящение, которое сегодня совершают люди в этом служении. Я благодарю Тебя за тех людей, которые смотрят наше служение через компьютер, которых сегодня касается это Слово. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты касаешься сердец этих людей. И Ты преображаешь их. И Иисус, я благодарю Тебя. Потому что Ты совершаешь величайшую работу. Работу Твоей славы. Работу Твоей славы. Аллилуйя. Вся часть и слава имени Твоему, Иисусу. Я поклоняюсь Тебе и только Тебе. Я поклоняюсь Тебе и только Тебе. Аминь. 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 Присядьте на хвилинку. Хочу напомнить Вам, что каждую среду у нас разбор Слова в 7 часов вечера. И каждую пятницу у нас молитвенное служение в 7 часов вечера. Приходите, приглашайте Ваших друзей. Please come, invite your friends.